Что нам действительно это дадут? Что нет, ребят? Капец, это... Блин, я очень хочу согласиться на этот трейд. Всем привет, с вами Сыванишка. Не так давно в адоптами вышло новое обновление и добавили три новых пэта. И в том числе добавили новую овечку, которая стоит 250, если не ошибаюсь, робуксов. И я как всегда хотела купить эту овечку и снять на неё трейд. И потом я подумала, блин, так я же не умею думать. И потом я подумала, блин, почему бы не сделать мега-неон-овечку и не снять сразу на неё трейды? Ну и, ребята, в этом видео я сделала вот такую прикольную мега-неон-овечку. И мы будем её трейдить и посмотрим, что нам за неё дадут. Обновление вышло буквально недавно, так что я думаю, что она до сих пор ещё ценится. И, может быть, за неё нам будут давать очень даже неплохие предложения. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну а перед началом видео, как всегда, хочу познятить вам мой телеграм-канал в дискорд, сервер ссылочки, на которые будут в описании. Там вместе с вами игра, общаясь, разговоры разных пэтов и многое-многое другое. Всем приятного просмотра! Погнали смотреть на трейды на эту овечку. Ты давно мечтаешь о крутых пэтов из адопни, но не знал, где их купить так, чтобы тебя не обманули? Или у тебя уже есть несколько одинаковых, которые ты не против продать, но не знаешь кому? Тогда быстро переходи на лучший маркетплейс по роблоксу StarPath GG. StarPaths это место, где ты можешь абсолютно безопасно, а самое главное автоматизировано купить или продать своих пэтов. Больше никаких встреч с другими игроками, все трейды проходят только через ботов. Также на сайте присутствует крутой обменник, благодаря которому ты можешь обменять несколько своих предметов на один крутой или наоборот. Получится нового предмета куча разных. Переходи на StarPath GG по моей закрепленной ссылке в комментариях. Покупай или продавай своих пэтов быстро, а самое главное безопасно. Итак, ребята, вот мы зашли, в принципе чат довольно активный, значит сервер неплохой. Итак, телепортируемся к подаркам и пойдемте сразу же искать людей, потому что я более чем уверена, что они сейчас не возле подарков. А, ну, видимо моя интуиция как сюда меня подводит. Так, садимся на овечку и давайте писать о том, что мы ее трейдим. Не успела, ребята, я даже написать о том, что я трейжу, так мне сразу кидают трейд. Давайте же его принимать и смотреть, что нам дадут. Так, где наша овечка, так ставим ее и что нам дадут. Кстати, у меня не прогружается чат, видимо у меня плохой интернет, блин, это очень сильно подводит. Так, две флайрай черепахи, нифига себе, ребят, нифига себе, нифига себе. Было бы, конечно, славно, если бы у меня еще и не лагало, но, блин, уже видно, что дают крутые трейды. На самом деле, очень хочется согласиться на такой трейд, но мне кажется, что это пока что маловато, и нам действительно могут даже неоновую черепаху дать за нее на данный момент. Поэтому этот трейд, ребята, я отклоню. И вообще, ребят, оценивайте каждый трейд в комментариях, потому что я читаю ваши комментарии, когда вы говорите мне, какой трейд хороший, а какой плохой, мне намного проще трейдиться в будущем. Поэтому, ребят, обязательно пишите, оценивайте трейд, и я буду лайкать ваши комментарии. Так, а мне кидают сразу следующий трейд. Итак, принимаем его и ставим нашего пэта. Что? Так, неон райд фиш, неон райд... А, это новые пэта, насколько я помню. Неон райд йети. Блин, ребят, довольно прикольно. Нам дают очень много неоновых разных пэтов, и при этом флайрайт, райд. Блин, интересный трейд, на самом деле. Но я думаю, что я его отклоню, потому что этого, во всяком случае, очень мало. Ну, типа, вот если бы тут был мега-неоновый пэт, тут был мега-неоновый пэт, и вот эти тоже мега-неоновыми были бы, то я, возможно, бы согласилась. Ну, а так нет, он еще добавляет всякую... Ну, не, ребят, короче. Итак, ребят, я еще ни разу не написала о том, что я трейжу, так мне кидают уже третий трейд. Это очень круто. Я прям обожаю, когда мне кидают много трейдов. Три райд... Ого, ого. Три флай-зелья, два райделья. Офигеть, ребят. Ребят, ребят, нифига себе. Нифига себе, нифига себе. Очень интересный трейд, и я, как любитель флай- и райд-зелей, могу сказать, что я очень хочу на него согласиться. Но, к сожалению, мне придется отказаться, потому что, если подумать по ценам, то это довольно-таки маленький трейд для меня. Кстати, ребят, этого питомца еще очень мало кто успел сделать. Я подумала, блин, ребят, давайте, если мы под этим видео набираем 500 лайков, то, скорее всего, я разыграю такую же овечку. Так что, обязательно ставьте лайки, и, может быть, именно вы сможете выиграть вот такую мега-нион-овечку. Итак, продолжаем трейдить. Пишем о том, что мы, собственно, ее трейдим. Так, трейд New Ride Mega Neon Ship. Так, что-то вообще и трейды перестали кидать. Э, я не поняла. Где мои деньги, ребят? Где мои деньги? Где мои топовые предложения? Где мои Mega Neon Shadow? Итак, ребята, нам кидают следующий трейд. Давайте же, скорее, его принимать. Так, ставим нашу овечку. Неон, флайрай, черепаха. Ребят, вы только посмотрите. Что нам действительно это дадут? Что нет, ребят? Капец, это... Блин, я очень хочу согласиться на этот трейд. Ё-моё, ребят. Блин, у меня очень реально большое желание согласиться на этот трейд, потому что он выгоден для меня. Но, блин, мне нужно показать вам побольше трейдов. И, опять же, если мы набираем 500 лайков под этим видео, то я разыграю вот эту штучку. Так что, обязательно ставьте лайки. А этот трейд, ну, в принципе, она тоже отклонила. Итак, следующий трейд. Принимаем и смотрим, что нам дадут. Вот, интересно, нам дадут в этом видео что-то наподобие Фроста. Так, райт корова. Ребят, блин, довольно ценный питомец на данный момент, насколько я знаю. Кстати, для меня это удивительно, потому что я играю в Адопме, ну, типа, почти с самого начала этой игры, до момента, как тут появились питомцы. И для меня до сих пор удивительно, что корова так сильно выросла в цене. Потому что раньше она, ну, типа, всегда ценилась, но не настолько. Ну, короче, ребят, я думаю, что я этот трейд отклоню, потому что нам давали неоновую черепаху. Итак, нам кидают следующий трейд, и у этого человека больно знакомый ник. Видимо, нам уже этот человек кидал трейд, потому что по-другому я это объяснить не могу. Я, кстати, не помню, правда, вот очень знакомый ник. Так, нам дают мега-неон-райт водяного кролика. Насколько я поняла, водяной кролик, это пэт, которого добавляли на лудное обновление, и я что-то не замечала, что он сильно ценится, поэтому я думаю, что нет. Ну, ребят, обновление вышло довольно давно, вот, с водяным кроликом, и он уже успел обесцениться. А вот обновление с мега-неон-райт овцой вышло буквально недавно, и она еще в очень даже большой цене, поэтому нет, ребят, это явно плохой трейд для меня. Итак, нам кидают следующий трейд. Так, принимаем, ставим нашего питомчика, райт-кенгуру. Ребят, кстати, интересно, но нам давали даже неоновую черепаху. Поэтому, ну, это явно плохой трейд, по сравнению с другими. Ну, а так, довольно ценный питомчик, я хочу сказать. Так, она добавляет акулу, ничего себе. Так, может быть, еще что-то добавит? Этот человек добавил акулу довольно медленно. Так, что нам дают? Ну, нам дают, ребят, всякую фигню, если честно, по сравнению с тем, что давали до этого. Поэтому я думаю, что явно этот трейд я отклоню. Ну, а так, интересно. Итак, ребят, я зашла на другой сервер, и мне кидают сразу же почти трейд. Давайте его принимать и смотреть, что нам дадут. Так, нам дают мега-неон-райт шерстистый носорог. Чего? Откуда этот пэт? Я даже не знаю. Пышность? Офигеть, я этих двух пэтов вообще впервые вижу. Ну, ребят, мне кажется, что это так себе по-любому трейд, потому что, ну, я не думаю, что эти пэты ценятся больше, чем неоновая черепаха, поэтому нет. Итак, нам кидают следующий трейд. Принимаем его, как всегда, ребят, как всегда. Ставим нашего пэта. И что нам дают? Неон-блэк-скутер. Кстати, я где-то слышала, что он ценится. Я не знаю, насколько он ценится. Я, наверное, на экране сейчас оставлю цену. Ну, блин, ребят, я не знаю, сейчас соглашался ли на этот трейд. Напишите в комментариях, кстати, реально это ценится или нет. Я просто точно не знаю, но где-то слышала, что он все-таки ценится. Ну, а я откажусь, потому что, опять же, я не знаю цены. Итак, нам кидают следующий трейд. Давайте же его принимать. Так, что нам дадут, что нам дадут? Так, неон-флэрит пингвин. Ну, уже так себе, ребят, начало трейда. Оушенек. Кстати, у меня есть вроде очень много оушенек. Я хотела снять видео, где я открываю яйца разные. И поэтому у меня очень много разных яиц. Кстати, оушенек у меня только одно. Фосил яиц у меня вообще много, насколько я помню. Штук 9, я думаю, 8, да. Ну, короче, нет, ребят. Мне кажется, что это так себе трейд, и поэтому я его отклоню. Итак, мне кидают следующий трейд. Так, принимаем его, принимаем его. Ставим нашего питомчика. Нам дают флайрайт. Что? Ребят, только посмотрите, сколько всего нам дают. Капец. Просто офигеть. Этот пэт, кстати, он, по-моему, ценится как попугай. Или нет? Вроде как попугай ценится. Этот пэт ценится примерно как черепаха. Короче, блин, ребят, очень крутой трейд. И мне, правда, хочется, опять же, на него согласиться. Но я хочу показать вам побольше трейдов. Поэтому я откажусь. Итак, ребята, в следующем трейде нам дают флайрайт Хладногнива, флайрайт Голден Юникорна, металлических быков. Причем довольно-таки много. Неужели он всех быков поставит на свободные слоты? Нет, ребят, нет. Вот зачем кто убрал одного быка и поставил вместо него мифическое яйцо? Ну, ладно, ребят. Так, но этот трейд явно маленький, потому что нам давали предложение и покруче. Но так выглядит довольно интересно. Так, он еще добавляет шип. Ну, это шип, как на русском? Он еще добавляет овечку. Ну, блин, ребят, все равно это, наверное, мало, потому что... Ну, это тянет на него, наобую овечку. Но уж точно не на Мега-Неон, поэтому нет. Так, следующий трейд. И уже опять знакомый ник. Видимо, мне повторно кидает кто-то трейд. Но, может быть, опять же, я ошибаюсь. Но просто правда знакомый ник. Козел, козел, козел. Это я. А, ребят, видимо, этот человек кидал трейд, потому что вот этих двух пэтов я запомнила. Ну, ребят, мне кажется, что это все равно маленький трейд. Но круто, что нам дают разных неоновых пэтов. Еще и Мега-Неонового пэта. Интересно выглядит трейд на самом деле. Напишите в комментариях, согласились ли вы бы на такой трейд. Ну, а я откажусь, потому что я... Не знаю, мне лень считать. Так, следующий трейд. И опять какой-то новый чувак кидает. Это правда вот славненько очень, потому что да. А, Флайрайт Кроу. Ничего себе. Этот, как его? Ворон, ворон. Так, мне интересно, дадут ли нам в этом видео Фросто. Потому что если нам уже Ворона дают, и не только Ворона, нам еще больше давали. То я думаю, что Фросто нам точно дадут. Ну, все равно я откажусь, потому что... Потому что... Итак, следующий трейд. Давайте же его принимать. Так, что нам дадут? Не он Флайрайт Юникор. Ничего себе, ребят. Это довольно ценный пэт, я бы сказала. Даймонд Юникорн. И водяной лунный медведь. Так. Еще добавляют какой-то бокс. Так. Это, наверное... Блин, я не помню, откуда это. А, ребят, это, видимо, боксик, из которого выпадает легендарный тигр. Там какой еще? Редкий и ультра редкий. Я помню, что-то я видела про тигров. Я всегда интересовалась, кстати, откуда они выпадают. И, видимо, из таких боксиков. Так, еще он добавляет коробку с наградами RGB. Кстати, она у меня вроде как есть. И, по-моему, они уже сейчас не ценятся. Ну, я могу ошибаться, опять же. Пишите в комментариях, кстати, ценятся они или нет. Я просто думаю, что уже обесценились. Ну, кстати, если вы попросите меня в комментариях, то я могу снять на них трейды. Но пока что я откажусь. Что? 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 Что, ребят, нам реально... Нам реально это дадут? Не, ребят, по-моему, это, кстати, очень ценный пэт. Я думаю, что на этот трейд согласиться надо. Потому что... Блин, я могу ошибаться. Давайте я сейчас быстренько цену посмотрю. Ребят, я отказалась от этого трейда, но сам Фрост Фьюри оценивается примерно на 1500 рублей. Это довольно-таки много. Он ценится, ну, примерно как Фрост получается. А, нет, ребят, Фрост ценится на 2000 рублей, а Фрост Фьюри Мега Неон ценится на 1500. Ну, реально почти как Фрост. Прикольно, прикольно, ребят. Так, принимаем следующий трейд. Принимаем следующий трейд, ставим пэта. Кстати, я еще думала сделать этого пэта флай, но потом подумала, что в этом нет особого смысла. Потому что, ну, сильно больше он ценится от этого не будет. Так, ребят, нам дают Неон Флайрайт Церберус. А, кстати говоря, легендарочка довольно неплохая. Неон Флайрайт Голден Ред, которая, кстати, почему-то до сих пор не ценится. Я помню, как их добавляли. А, кстати, они, по-моему, с лунного обновления, если я не ошибаюсь. С года, наверное, так, какого? 2019-го, может быть. Кстати, ребят, я реально не понимаю, вот почему вот эта мышка, она не ценится. Потому что она вроде оуд, и, типа, все равно она не в цене. Это очень странно для меня, потому что это еще и легендарочка вдобавок. Ну, в общем, да. Нам дают еще Мега Райт Мыш, Мега Райт Оттера, Неон Динго, Неон Чикол... Чикол... Неон Шоколадного Лабрадора... Воут... Бе... Короче, какого-то Пэда, которого я никогда прочитать не могу. Неон Оттера и добавляю Трайделия. Ну, мне кажется, что объективно этот трейд выглядит интересно, но не на моего Пэда. Поэтому, не, ребят, я откажусь от такого трейда. Итак, сразу нам кидают следующий трейд. Давайте же я сразу же его приму. Итак, нам дают Неон Райт Рыцарскую Лошадь. Интересный трейд, на самом деле, но, насколько я знаю, что она так и не начала цениться. Поэтому, ребят, мне кажется, что я откажусь. Ну, кстати, через время вполне может быть такое, что она начнёт цениться. Но может быть и такое, что она будет цениться, как золотая мышь. То есть, никак. Ребят, кстати, реально на этого пэта даже трейды особо ждать не приходится. Нам кидают их прям, ну, сразу, я бы сказала. Так, что нам дадут? Неон, флайр, а это юникорн? А, этот человек, наверное, нам кидал трейд. Потому что я уже помню вот таких пэтов. Так, ну всё, ребят, нам это уже всё давали, и я отказалась от этого трейда. Я не понимаю вот людей, которые кидают заново трейд и даже ничего не добавляют. То есть, если я один раз отказалась от трейда, то что они думают, что я на второй раз соглашусь или что? Ну, в общем, нет, ребят, конечно, нет. Ну, а в следующем трейде нам дают райт вот этого вот чувака, лешего какого-то, я не знаю. И неон, флайрайт, коричневого, непонятно кого. Ну, походу, дауматинцы, наверное. А, спаниеля, получается, наверное, да? Ну, в общем, да, нам дают вот таких пэтов. И, ребят, это так себе трейд, я думаю, потому что, ну, вы сами понимаете, нам давали намного больше. Так, ребята, нам дают флайрайт Хладногнева, Хэллоуин Голден Мамикэт, двух драконов Ледяных Мотыльков, один из них райт, Манекен Эка, Водяного Лунного Медведя, Водяного Кролика и два райделия. Кстати, интересно трейд выглядит на самом деле, хочется на него согласиться просто из-за того, что он красиво выглядит. Но я откажусь, потому что, ребят, нам давали намного больше, опять же. Ну, хотя, в принципе, можно было бы и подумать. Не знаю. Итак, принимаем следующий трейд. Так, что нам дадут? Мега неон. Ребят, нифига себе, кстати, я не знала, что кто-то делает мега неона этого пэта. Мега неон флайрайт еще, ребят, кстати, удивительно. Фосил Эгг и Оушен Эгг. Ну, ребят, так себе трейд. Кстати, я помню, как я снимала когда-то давно видео, где трейдила вот такого неонового миньона. И мне по итогу за него, знаете, что дали? Я, кстати, сама офигела. Вот такого пэта нам дали за неонового миньона. Я была, кстати, в огромном шоке. У меня до сих пор предположение, что это был либо какой-то человек, который халявных пэтов раздает, либо какой-то ютубер. Потому что за неонового миньона, чтобы тебе дали неон райдодо, это как-то удивительно, ребят. Поэтому, ну, ну, этот трейд, я думаю, плохой. И мне просто на тот момент повезло. Итак, следующий трейд. Так, принимаем, принимаем ставим нашего пэта. Флайрайт Крокодил. Кстати, ребят, ценный довольно-таки пэт. И я не знаю, ценится ли он больше черепахи, но у меня предположение, что он ценится больше черепахи. Интересно, интересно, но я думала, что откажусь. Потому что... Потому что нам давали побольше. Неоновая черепаха, та же, например. Ворон, что нам еще давали. Эвил Единорог. Они ценятся явно побольше, чем крокодил. Поэтому, ребят, нет. Так, в следующем трейде, ребята, нам дают Неон Флайрайт Кенгуру. Кстати, интересный питомчик точно так же. И ценится примерно так же, как Неон Флайрайт Черепаха. Хотя, не, ребят, Неон Флайрайт... Бля. Ну, хотя, не, ребят, Неон Флайрайт Черепаха ценится побольше. И он еще и просит добавить. Не, ребят, ну, это явно наглежь, потому что нам давали намного больше. И, например, тот же ворон ценится, насколько мне известно, примерно как две Неон Черепахи. Ну, я могу, опять же, ошибаться, поэтому, если что, поправьте меня в комментариях. Ну, и, ребята, на этом видео подходит к концу. Если оно вам понравилось, то вы можете поставить ваш лайк и подписаться на мой канал. Мне будет очень приятно. Также не забывайте вступать в мой телеграм-канал Дискорд, сервер ссылочки, на которые будут в описании. Ну, и также не забывайте, что если под этим видео мы набираем 500 лайков, то я разыграю вот такого прикольного пэта, которого мы трейдили в этом видео. Так что обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Всем удачи, всем пока!